Война Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу... Ничего, выдюжим силёнок накопили. Нас оно не коснётся. До нас оно не дойдёт. Где мама? Житомир бомбят! Киев! Немцы напали! Война! Война! Тем хуже для них. Через две недели в Берлине будем. Были совершены так же с румынской и финляндской территорий. Это неслыханное нападение на нас. Небо этого дня ясное, Но теперь в нём броня лязгает. А по нашей земле Кул стоит И деревья в смоле Грустно им Дым и пепел стоют Как кресты Гнёзд по крышам не вью Аисты И деревья в пыли Осени Те, что песни могли Бросили Верно ведь Что нужнее сейчас Ненависть Дым и пепел стоют Как кресты Гнёзд по крышам не вью Гнёзд по крышам не вью Аисты Аисты И земля И вода С тонами Правда лес, как всегда Кронами Только больше чудес Аугаев Да военными лес Звуками Побрели все ответ На восток Певчик птиц больше нет Нет аисток Воздух звуки хранит Разные Но теперь в нём гремит Лязгает Даже цок от копыт То потом Если кто закричит Шёпотом Побрели все ответ На восток И над крышами нет Аисток И над крышами нет Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 Где они? В развалинах. В развалинах? Да я покажу, мам. Нет, ты никуда не пойдешь. И ни шагу из дома, слышишь? Ни шагу. Мам, Павел с Марусей вернулись. Маруся, здравствуй. Проходи, Маруся. Аня, Марусенька. Садись, Марусенька, садись. Давай сюда. Как же вы добрались-то, а? Аня спрашивает. Паша, ой, кого я вижу. Здрасте. И маленького привезли, ты мой дорогой. Миленький, смотри спитка. Анна Михайловна, там ваши знакомые вас ждут. Во дворе за клубом. Я сейчас. Ты мой миленький, смотри. Вот так случилось. Не успели. Ну что же вы тут, проходите. А это вообще, и тот не успел. Ну ладно, я побежу. Пошли. Павел, ты не волнуйся. Я зайду к Шумахеру, все устрою. Идет. Не узнали? Узнала. Ну вот видите, не успели уйти. Анна Михайловна, нам очень нужна ваша помощь. Борис Николаевич, и вы тут. Как видишь, Анечка. Борис Николаевич, а про Ивана моего что-нибудь знаете? Ничего не знаю, но только точно знаю, что с аэродрома он снялся. А меня тут райком оставил. Анна Михайловна, нам очень нужна ваша аптека. Так закрыли аптеку. Что? Ну черт, аптека же нам необходима. Деньги нужны, достанем. Анна Михайловна, а правда, а что если Шумахером поговорить? А чего ему, комендант доверяет? Хорошо, я попробую. Субтитры подогнал «Симон» Шайзэй, шайзэй. Али, шайзэй. Немцу? Какой он немец? Дитя совсем. Довоевався, трасьте ее матери. Программа зимней помощи. Ты тоже на немца похож? Так я что, хорошие тени снимут? А этот тоже к Москве спешит? Бить их надо, а не портянки дарить им. Приветствую. Ох, вижу мужчину. Здравствуйте, ясные соколы. Здравствуйте. Привет, привет. Помоги кушаточку-то подвинуть. Смотри, я думала, поленишься. А я думала, все мужчины в плену или в бобиках? Или на фронте? Там не вы. Или в лесу? Там настоящие мужчины, а вы лучше на гитаре припейте. Смешно я в мастерскую строился. Иголки для примусов одни делают, а другие что-то стреляющие. Понял? Вот. Ну, куда лезешь? Вы что, очень умели? Чтоб не подавился. Добрый медь старшего брата. Игра. Прав был тот цыган. Какой еще цыган? Да ты не волнуйся. Который проклинал. Карта вижу. Чтоб у тебя младше, чем ты, в семье никого не было. Мое, 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 мое. Позабыли девушки про парней своих. Правильно, позабыли, между прочим. Да. До войны мы себя, о-о-о, какими видели. Теперь, ей-богу, все, до войны, до войны. А что до войны? Вот Анна без родителей осталась, так она училась. Детей учила, еще посылки братьям посылала. До войны. И вчера, и сегодня происходил, и происходит отбор человеческого материала. Цитируете немецкие газеты? Мне начинает нравиться. Не о материале. О людях пора думать. Что стоит анкета, мы уже убедились. Писали, писали. А нужной оказалась графа, которой и не было. Человек ли. Где только эти критики вчера были? Паникуем, понимаешь, паникуем. Хлопцы, сарай надо вычистить. Корова скоро крышу поднимет. А забыли, что Наполеон это в Москву тоже заманили, а? А-а-а. 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 А-а-а-а. Встретил я Шумахера, переводчика Так он тоже ругал партизан, что убили этих двух немцев А теперь вот что В этой войне победит тот, кто способен на большие жертвы Когда там детей жгут, надо хоть жизнью своей рисковать Что за поганая у нас привычка мужественнее переносить чужие страдания Если сидим, помолчи, полицай тот О, что-то часто об этом Между прочим, Витя, дорожка в полицию никому не заказана Все, кто недоволен, там А, ты про это помнишь Про мои обиды Ну, а если я и впрямь возьму винтовку, да приду к тебе Ласков будешь Я почему-то убежден Забудешь все, о чем болтал Ну, что ты дышишь мне в затылок? Это не скоро продашь Вот уж я ничего и не понимаю Господи, что за свет настал? Вроде мне одной надо Не продам, что будешь есть А ковры батюшке понравились Расспрашивал Какой еще заказ будет, может, иконы? А что, не отвалились бы руки Почему у тебя здесь все про одно? Да Давай Давай Убежать от этого можно Забыть нельзя Ничто гуд Какой там гуд? О, это настоящая русская Гемелдегалерия Армитаж Почему ты здесь? Почему не на фронте? Художник Рисует Во Мужчина Мужчина, не солдат Шнехт гуд Очень плеху Плеху, плеху Ты партизан? Никс партизан Цивильный Художник Во Краски Видел? Никс партизан Мужчина Мужчина, дай мне дайна папея Освис Мужчина Мужчина, дай мне дай мне дай мне дай мне дай мне дай мне том Не уводите его! Художники мы, цивильные, не партизаны! Один он у меня кормилец! Матка, не шевеляй! О, Господи! Откройте! Слышите? Откройте! Откройте! Субтитры подогнали Симон. 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 Найдёшь Фримочка? Заходи. Спасибо. Спасибо, Анна Михайловна. Думаете, я не догадывался. Просто не хотел навязываться, раз мне не верили. Сам лесун на посту. Сам не укараулишь дымом, в небо пойдёшь. Идите, ждут. Ну, как у вас тут? От лихо да тихо добра не чувать. Заходите, я семье многих карточков. Думаю. Думаем. Обилили. Разве. Все сбега. Эй, парень, подержи мою заодно. Красив. А переночевать у тебя можно? Спить? Более, Андрей. Кожух возьми. А ты злой. Все люди, братья, сейчас не время для личных обид. Ваши обиды, наши обиды. Идет война, отбор человеческих сил. Все это о белом бычке. Не надо про это. А я не про это. А пришли по делу? Говорите, по делу. Да. Пов archae. Парень, вы ездили. Парень. КОНЕЦ Здорово, их под Москвой. Молодцы. Вот вам Блицкрих. Пуговицын. Ну, ходи, ну. Давай. На. Ну, чё тянешь-то? Ну, сейчас. Тот не знает героя. Король Пятикасский. Давай. А вы, товарищ Жигодский, что здесь? Ага. А, мадам Корзун. Здравствуйте, Анна Михайловна. Здравствуйте. Нам сообщили, что здесь, Анна Михайловна, имеются листовки и оружие. И я должен произвести обыск. Да что вы, ну какие у нас могут быть листовки и оружие? Вы же знаете, у меня семья, у меня дети. Я же не могу этого позволить. Теперь от пуговицына все зависит. Я могу вас и арестовать, могу и обождать. Вообще все могу. Не думайте, что только один бургомистр и переводчик все решает, прошу. А где теперь доктор? Был бы он здесь, мы бы с ним посидели бы за столом, поговорили бы. Он никогда не понимал, какой человек нужный. У вас дома очень уютно, Анна Михайловна. Да. Как странно все это. Был бы не рано. Я еще к вам загляну, если позволите. Эй, и ты уже воюешь. Добрая огурка. Как раз, коли побежишь. Без бы ты уже до дома, тебя твои догонь. Я, я. Зачем ты принес в мастерскую эти листовки? Я же дома даже ни одного бинтика не держу. Эх ты, разве так можно? А дома ты ничего не прячешь? Ну, Аня, ну, ей-богу. Казик ничего не знает. Сколько раз я тебя просила, ну, не возись ты с этим Казиком. Я же хорошо знаю семью этих Жигоцких. Ну, я с людьми тоже работал. Я уверен, уверен. Я не хочу знать, в чем ты уверен и в чем ты не уверен. Я прокляну тебя, если ты мне детей погубишь. И свою семью тоже. Чтобы ничего дома не было, слышишь? Ни одной бумажки. Ладно, 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 ладно. Хлапцы, что вы себе думаете? Сено кончается? Карау, чем кормить будем? Мам, ну зачем ты так? Ну, кто-то донес же ведь. Ну, ладно, помолчите. Вы там смотрите. Если Корзуна сбегут в банду, и вы ответите. Вот так, товарищ Жилотский. Анна Михайловна, вы себе не представляете, на какую наглую провокацию решился этот Пуговицин. Останавливает меня на улице и говорит, следите за корзунами. Что же вы собираетесь делать? Ну, вы же сами понимаете, что этот Пуговицин... Хочешь песенку для полицаев? Скоро конец войне, немцы до матки, партизаны до хатки. А куда же мне? А, здорово. Да, это верно. Сейчас дома не отсидишься. Нельзя сидеть без дела. Помоги мне, пожалуйста. Надо... Послушайте, Касик, я вас очень прошу, все свои чувства выражайте у себя дома. А, пришел? Сейчас покормлю, а? Ну, мама, получайте. Все. Теперь мы предатели. А, так им надо, так им и надо. Сами бандиты и других сманивают. Да, мама, сейчас война идет. Война, мама! Сейчас покормлю. Иди. А что и жалеть? Сами смытьяны всех сманивают. Жалеешь. Кулаки и были кулаками. Да сейчас время такое. Сейчас одно слово и нет человека. Выкрутятся такие. И лихо их не возьмет. Я ей только сказала, что Казик видел там у них листочки и больше ничего. Листочки. Вот. И все. Вот. Ну. Да, да, да. Всю жизнь, между прочим. Ой, ой, ой. Умники-разумники. Вы благодарить меня будете, что я вас из петли вынула. Да вы понимаете, мама, что скоро наши придут. Наши, наши, мама. Постираю, постираю. Сейчас постираю. Ну что? Что наши, что наши? Наши тоже не дураки. Давай, кончай. Обедать пора. Нечего. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ищет дорогу. И это. Как мой Казенька-то поживает? Здоровенький. Все понимаете? Все знаю, все знаю, все. Вашей невестушкой буду самой любимой. А хворобу? Такой у меня сыночек разумный. Никому дорогу не переступит. Сиди, детка, сиди. Сиди, мальчик. Черт. Все в доброе слово скажет. А в городе, а в городе он за рулату хорошую брал. Мама, коленки валят. Такие у него уборщицами? Мама. Были. Будут. Мама, коленки валят. Маменька. А здоровье с корзиной Жиготская. А? Чего Жиготская? День добрый. Здравствуйте. Когда служба-то следующая? Служба? В субботу. А, в субботу. Корзуники передай гостей, пусть ждет. Передам. КОНЕЦ 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 Ещё одного забили? Знаю. Опять флаги вывешивают. Да, снова наступают. Всё-таки не так, как в прошлом году. Всё равно плохо. Хоть бы в лес скорее. Бить их, бить. Ты это не с матерью? Всё, может быть. Когда ты кончил свой техникум? Не кончил. Из-за войны. Не успел. Ну ничего, мы ещё с них спросим. За всё. И с Холуёв тоже. Да этих я сам доберусь, Иуды. Обрадовались, что можно по спинам, по головам. Байку о предателях знаешь? Пришёл цыган в лесу. Испугались деревья, задрожали. В руках у цыгана топор. Но старый дуб сказал. Не бойтесь. Топор без топорища. А цыган усмехнулся. Подошёл к дереву самому замшелому. И говорит. Кто ты сейчас? Кто знает, что ты есть в лесу? А вот стань моим топорищем. И дерево стало топорищем. И не стало леса. Виктор, а ты видел партизан? Ты же каждый день видишь свою мать. Да нет. Я про настоящих. Анна Михайловна и есть настоящая. Тяжелее всего, когда дети и мать. Каково было бы солдата, если бы ему в окоп посадили его ребятишек? Уйди. Ящик. Ждёшь? Сейчас выйдет. А в комнате твоей всё как год назад. А у нас тут красота. Брёвнушки положили, формочку одели, портретики новые понавесили. И это говоришь мне ты. Ты упрекаешь? Ко мне в дом приходил другой человек. Наша за Москвой, а я здесь. И не хочу ходить согнувшись, прятать себя. Пусть невеста, когда-то могу чувствовать себя живой. Живой. Ой, какая вы сегодня, Анна Михайловна, красивая. Правда. Да ну тебе. Платье такое. Да этому платью сто лет. Ваня его очень любил. Знаете, я такую публичку сюда хотела на своё пришить. Извините. Пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А чё это ты красивая, Анна Михайловна? Да свадьба. Что ты? Да не у меня, у Леонора. Тьфу ты напугали, господи. Ой, умрёшь, что ли? А ты-то чего ржёшь? Отстань. Анна Михайловна, да? Разреши, стало очень. У меня немножко. Да пожалуйста. С моим-то сыном. С голода подохнешь. Здрасте. Здрасте. Извините. Пожалуйста. Мы прямо из комендатуры. Познакомил пана коменданта с моим швагером. Очень ему понравились его документы. Знакомьтесь. Здравствуйте. Очень приятно, рада познакомиться. Надя. Очень приятно. Борис Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Полицейский из Бобруйска. Проходите. Мой дурак тоже там. Проходите. Хорошие сыны у вас, Анна Михайловна. Да. Боюсь я за них. Угоняют молодых в Германию. Вот устроила работать на шоссе, но ведь это ненадолго. Садись, Боря. Ой, что это я срочно. Садитесь, Борис Николаевич. А может старшего в полицию устроить? Ой, нет, нет. Ни в коем случае. Я даже думать не хочу. Чтоб бабы потом проклинали. А после войны объясняй каждому. Вы специально ко мне, Борис Николаевич. Да и да, и нет. Берегите себя, Анна Михайловна. Теперь вы у нас единственные. А их? Арестовали? Да. Мама, тебя можно? Толя, ну я ж тебя просила. Ну немного обождите. Чем помочь, Анна Михайловна? Этот сосед учитель не очень мешает. Можете брать? Не надо. Я не хочу, чтоб из-за нас. Я как-нибудь сама. Да у нас и спокойнее стало. А может я и привыкла. Вы знаете, я вот сегодня даже на свадьбу к начальнику полиции звана. Ого. Что вас все-таки привело к нам, Борис Николаевич? В соседнем районе блокада. Ночью буду переправлять через Варшавку раненых весельями. Да нет, нет, ничего, ничего. Очень нужна ваша помощь. И проводники. А может свадьба поможет? Возможно. Павел и Алеша могут уйти раньше. Ну а остальные со свадьбы. Ну а я с вами тоже на свадьбу. Здравствуйте, господин бургомистр. Моя жена уже там. Простите, Анна Васильевна, поздравляю вас. Здравствуйте. Я же не худак и сказала, гости должны быть и с нашей стороны. Поздравляю вас, спасибо. Я вас провожу. Простите, прохладин Васильевна, я думаю, нафига. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы такие рады, такие рады. За нашу Леонорочку. А где же наш жених, наш Петенька? Господин начальник полиции наш Петенька пошел пана коменданта приглашать. Я понимаю, что начальник, наш Петенька. А, товарищ Жигодский. А, жить не могу, без людей. Да. Здравствуйте. А где ж хозяйшка? Здравствуйте, Лена Васильевна. Поздравляю вас. Виктор, Виктор. О, вы гость начальника полиции. Спасибо. Я забоботился. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Поздравляю вас. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Девеста еще не целовали? Доставьте свои полицейские галантности. Ой, некультурно ты стал, разванюша. Пробык там своими кацапками. А там у нас, в Ветерляндии. О, у нас в Ветерляндии все культурно. Я даже одного знал, так он прежде, чем горло перерезать, ножичек нюхал, не пахнет ли селедкой. Но, 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 но. Ты про что это, а? Учу, господин бургомистр, нашего ещика селедкой закусывать. А? Пора бы начинать, а то он отсюда пьет. Приехали. 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 Пошли встречать. Приехали. Проходи комментарии. Приехали. 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 Я хочу быть вверх и у меня два рода. И на один раз, я не хочу это сделать. Господин командант сказал, что он в доме. Что он имеет маленькие ребенки. И что он не имеет намерения еще один раз делать семейное счастье. Я. Я. Господин командант хочет показать вам фотографии своих маленьких детей. Спасибо. Переведите господину команданку. Это очень плохо, когда у детей нет матери. Майор, вы говорите, что это очень плохо, когда дети не имеют маму. Ай, хорошо. Ну, спасибо. Он благодарит вас за вашу теплую приватанность. И посетите, пожалуйста. Я. 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 Она ушла. Новый завет. Новый завет, старый завет. Да сколько же у вас заветов И за каждую жизнь отдай. Не меньше. Не меньше. Как будто у меня их двадцать. А ну-ка, присни. Что? Вась. Ну а кто ж мне теперь поверит, что я не предатель? Ведь я же молчал. Знал, что придут с обыском и молчал. Предатель. Надо было предупредить. Понятно? Вот. Какое они имеют право? Да. Какое они имеют право? Какое они имеют право решать? Почему я предатель или честный от того, что в головах у этих людишек? Я сам знаю, кто я. Иду тихонько, тихонько, тихонько. Я знаю. Все равно рисковать тебе нельзя. Рисковать, не рисковать, надоело. Да взял бы я тебя давным-давно взял. Но ведь ты, да Надя, кому другому я доверю, Ярну Михайловну. Дайте вы мне хоть одну ночь побыть в своей шкуре. Товарищ комиссар, засады расставлены. Собери связных. Есть. Слушай. Никита! Возьми с собой. Есть. Иди. Вы из какого отряда? Я. Полицейский из Силибы. По заданию вступил. Немцы вряд ли ночью пойдут. Им, знаешь, как хочется снова загнать нас в мешок. А ты их покарауль. Ты еще не дорос. А знаешь, я, брат, дымком подышу. Утро. Немцы скоро засевелятся. И чего? Теперь успеем. Посылайте связных. Пусть снимают засады. И быстрее. И быстрее. И быстрее. Какой. Какой. И быстрее. Какой. Какой. Что-то не снимают. Да. Должны уже. А твоя семья? Там. Мою семью еще зимой сожгли. Всю. Всю деревню. Заставили помыться, а потом в колхозный сарай. Почему помыться? Я за дымом убежал. Один. Знаешь, парень, уходи. Если что, я сам. Да мне днем легко выйти, я ж полицейский. Приказа не было. Вы не думайте, у нас дисциплина. Вы не думайте, я смерти не боюсь. А вы? Я. А я, пожалуй, боюсь. Смерть что? Вот живьем к ним. У меня вот для себя привязано. Раз и пишите письма. Тихо. Самолет. Тихо. Нет, братка, беларусь, танки. Как думаешь, наши успели пройти? Рвать будем? Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Что? Ты что? Ты что? Ну, блин. Скотель. Да, братка, белорус. Счастье наше человеческое. Что можем мы уйти, если не в моготу? Не сдохну. Не сдохну. Врёшь. Не сдохну. Интересно. На. Не сдохну. Грязи. Я вытащил. Взлёт. Продолжение следует... 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 Потерпите до двадцатого. Очень нужно. А после двадцатого заберем и аптеку, и вас. Спасибо. Можете передать своим. Играет музыка. Играет музыка. Жалко Виктора. Да, Виктора жалко, всех жалко. Мать родной только не жалко. А вот корзуны сбегут в лес, тогда ждите гостей. Нет, нет. Я должен как-то предупредить. Как-то обогнать. Как-то сделать так, чтоб все это исчезло. Сделать так, чтоб все это... Я уйду, а? Уйду и все. А вас не тронут, я знаю. Думаю, что не тронут. А если будут спрашивать, скажите, пришли из леса, связали, скрутили. И исчез, не знаете где. Ой, и думал. А вас подержат немного и отпустят. Я знаю, отпустят, ничего не случится. Что это ты такое говоришь, сынок? А что же делать-то, батя? Убедить-то ведь я их не смогу. Значит, надо делом доказывать. Понял? Делом. Отойди, сынок. Но их же не расстреляли. Ха-ха. Да, они из любого положения выход найдут. У них везде знакомства, связи, лекарства спекулируют. Спекулируют? Да, да и Павел того, глядя, сбежит. Это я знаю. Не-не, я никому не позволю. Чёрт знает что, я не предатель. Ой, господи. Ты вообще ни при чём. Какое мне дело до всех этих... Заговоров, собраний, листовок. Всё будет не так, каким хочется. Ой, горе-горе. Вы запомнили. Уйду в лес, скрутили, связали. Не знаете где. А вас не тронут. Можете сидеть на печи. Кольцо. Я пойду. Хлеб почищу. У коровки. Ой, господи. А ты куда? Куда? Здравствуйте. К начальнику посоветоваться. Ноги, ноги вытры. Пошли со мной. Ага. Расселся. Марш отсюда. Ну, а ты чего приползла? Здравствуйте. К вам я, господин начальник. Насчёт... насчёт докторши. Пригрела она Шурина, а он и мутит. А он, может, партейный. А он и сманивает. Куда? В банду. Ого. А мёд с собой прихватишь? А какой теперь мёд? Какой? Какой? Липовый. Да что там в корзуны? У них одна кровать да два стула. Вот уже год с ним. Уже год с ним. А вот её сын в банду собирается. Ну да. Да что ты. Да что ты, что ты, что ты. Да нет, это мой сын. Я сюда и послал. Слушай, заболчи. Позови сюда бургомистра, а ты, бабка, проходь туда. Куда? Вон туда. А куда это? А вы пристрожки? Топтышу на пристрожки. Да ладно, ладно. А ноги я вытру. Да иди ты. Ты со мной. А вот из-за таких, как она, и нас вот тоже немцы не любят. Ого. И в банду сманивают. И ты со мной проходи. Сейчас проверь. Деда. Як моя доля. Деда, надо уходить. Пут картошки не меньше надо брать за эту работу. Да оставьте вы всё это, деда. Надо уходить. Уходить. Я не знаю, как тебе объяснить. Да где же у тебя всё? Оденьте самое лучшее. А вот оденьте. Это, это мне на смерть всё забрано. Так надо, деда, надо, надо. Предупредить всех и уходить надо. Ну, у вас всё просто. А что? Кожичи тоже собираются. Маруся, Маруся. Тань, 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 собирайся, собирайся. Уже? Дедушка, дедушка, подержите. А как, а как же с Надей? У неё же маленькие. Мама, Лисун подъехал. Хорошо, хорошо. Павел, я тебя очень прошу. На всякий случай. Ты у Кожича записку оставь, что мы, мол, рассорились и что я вас выгнала. Хорошо, хорошо. Дураки они, что ли, поверить в этот спектакль? Ты только с обидой напиши, что, мол, выгнал нас, Аня, и мы ушли, не знаю куда. Хорошо, хорошо. Аня. Ну что? Ты меня прости за всё. Я, конечно... Ну что ты, Павел? Паша, Аня. Сейчас, сейчас, Марус, сейчас. Ну иди, иди, иди. Господи, как же нам быть теперь, а? Как же нам быть теперь, а? Мамочка, ты только успокойся. Всё будет хорошо. Ну вот увидишь. Ну что? Будем уходить? Ну конечно, мам. Уходить. Боюсь я за вас. Ну что ты, всё за нас да за нас. Ну вот посмотришь, будет всё хорошо, честное слово. Нет. Я много рисковала. Никто же не будет обвинять меня. Мам. Нет, никто не должен обвинять меня. Мама. Никто не должен обвинять меня. Нет. Нет. Никто же не должен обвинять меня. Я вот... Я вот только предупрежу Надю, и мы уходим. Вот мне нужно только предупредить Надю. Мама, что с тобой? Мы уходим. Мы уходим. Мамочка. Мы уходим. Мама. Мама, уйдём, а? Хорошо? Мужички мои. Ну, успокойся, мам. Что же мы будем делать? Уходить надо. Ой, какие вы большие стали. А я и не заметила. И всё сама-сама. Алёшенька, ты прости меня. Ну, что ты, мама? Я ничего не знаю. Я сама ничего не знаю. Может, я вас и на погибли виду. Я ничего не знаю. Ничего. 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 Ан volcano. Ничего. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...